Приветствую вас! Знаете, вот как-то у меня такое впечатление сложилось, что тяготит вас, ну, материнство. То есть, ребенка вы вроде как завели, да, ребенка вроде как родители, но материнство вас тяготит, есть у меня такое ощущение. Потому что есть ощущение, что вы вот как-то вот чувствуете, ну, какую-то неготовность, неготовность к твою, к тому, чтобы быть мамой, да, и пытаетесь на мужа это как-то вот... Ну, переложить ответственность за вот то, что вы сами чувствуете, за то, что вы сами ощущаете. Вот. Вы чего-то требуете от мужа, а при этом даже не отдавая себе отсчета об том, а может ли он дать вам того, что вы хотите, может ли он дать вам то, что вам нужно. Вот. То есть, есть такое ощущение, да, что вы вот как-будто впервые узнали, какой человек ваш муж. Вы впервые узнали, что он, ну, не сказать вот, что готов, значит, сидеть там с ребенком, например, и так далее. То есть, вот такое ощущение, да, что вы, ну, своего мужа не знаете. Такое ощущение, что вы как-бы принаете своего мужа вот только сейчас, да. Это первый важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это момент такой, почему ваш муж не хочет сидеть с ребенком. То есть, почему это вот, ну, у него, да, почему это, у него вызывает вот такое вот какое-то сопротивление, почему это у него вызывает какое-то такое вот, может быть, непринятие. Вот. То есть, ну, вероятность всего этого тоже есть свои причины. И вполне возможно, да, вполне возможно, что вы просто не знаете этих причин. Почему муж вот так реагирует, почему он там, ну, опять же, не хочет сидеть с ребенком. Вот. То есть, нужно выяснить, что ему самому не нравится, да, и так далее. То есть, чтобы он не бегал от вас, вот, как он это делает сейчас, да. Сейчас он вот от вас, по сути, бегает, бегает. Вот. Ну, не чтобы он не бегал от вас, а вот попытаться как-то его понять, узнать. Значит, узнать, что именно ему не нравится, почему ему не нравится, да, ну и так далее. Вот. То есть, это очень важный момент, если вы хотите разобраться с проблемами. Кроме того, Тоня, вам двадцать один год, вы уже стали мамой. То есть, для материнства, да и для замужества, это возраст, ну, достаточно, достаточно ранний. То есть, это вот именно, что рано вы стали мамой. И, как бы, здесь, возможно, проблема, ну, вот, в том числе заключается в том, что вы искали чего-то в семье, да, вы искали чего-то в замужестве, чего-то в ребенке, ну, вы этого не получили. И сейчас переживаете, ну, вот, что-то вроде такого, можно сказать, разочарования. Вот. Сейчас вы переживаете что-то вроде такого отката, из-за того, что не получается. То, что вот изначально хотели и то, на что рассчитывали. Вот. Поэтому, здесь очень важный такой момент, чтобы вы в этом себе по возможности отдавали отчет. Вот. То есть, чего вы хотели изначально создавать семью, чего вы хотели изначально заводя ребенка. Вот. И так далее. То есть, это вот все важные моменты, на которые вам нужно обратить внимание. Потому что, я уверен, что, ну, зная своего мужа, вы не стали бы рассчитывать или остать от него, что он вот будет вам помогать. А, тем, чем он вам поможет, в принципе, не в силах. Да? Вот. Дальше. Мышь постоянно в телефоне мне не помогает с ребенком. А я сейчас сама не попрашиваю. Ну, опять же, у меня такое ощущение здесь появилось, что вы вот ждете, что мужчина будет вам помогать сам. Ну, очень многое зависит от того, как вы выстраиваете свои отношения. То есть, если у вас отношения такие, что ваш партнер сам вызывает помощь, то это один момент. Но если отношения у вас такие, что партнер помогает только по желанию, партнер помогает только по, ну, вот непосредственно, при запросе, то это другое. Понимаете? Понимаете? И, как бы, очень важно, опять же, отношение мужа к ребенку. Потому что, если муж, например, ребенка не хотел, или если муж, там, допустим, имеет какие-то увлечения свойственные человеку его возраста. Ну, если предположить, что вам столько же лет, ну, если предположить, что муж уже столько же лет, сколько и вам, вот, то тут, на самом деле, есть, ну, самые разные моменты. Вот. То есть, необходимо здесь вот обраться в ситуации. Почему муж, опять же, сидит в телефоне, от чего он бежит? То есть, вот, сидение в телефоне выглядит как, как бегство. Что спасать сделал, да? Вот. Бегство от реальности. Вопрос заключается только в том, почему эта реальность вашего мужа тикатит. Ну, и, конечно, конечно же, вопрос заключается в том, почему реальность тикатит вас. Ведь, ну, вы стали мамой, вы выбрали быть мамой, выбрали быть женой в 21 год. Да? То есть, как бы, вот. То есть, здесь вопрос стоит о вашем развитии, о ваших интересах. Здесь вопрос стоит о вашем таком вот, можно сказать, сознательном подходе к тому, чтобы создать маму. Здесь вопрос стоит о ваших требованиях, если угодно, к мужу, да? То есть, вот, насколько ваши требования там, грубо говоря, адекватны. Насколько они соответствуют тому, что реально человек вам может дать. Вот. И так далее. Так, значит, из-за этого всего срывают на ребенка. Из-за чего из-за этого всего? То, что он не помогает ребенку с него не попросить? Вот. Или то, что он моет посуду и приготовит, лишь бы не сидеть? Из-за чего конкретно? Это быть одиночество, одиночество и постоянная усталость. Ну, я думаю, что вы сами понимаете, как несколько странно звучит ваша фраза, ваше правило о том, что вы одиноки. Потому что, ну, вы не одиноки, у вас есть малыш и есть муж. Другое дело, что вы себя чувствуете некомфортно. И вот это ощущение некомфорта, его нужно, конечно же, разобрать. Потому что оно появилось, скорее всего, не из-за ребенка. Оно появилось, скорее всего, из-за чего-то другого. То есть, ну, как правило, это вот необратные такие вот надежды, необратные ожидания от семьи и, собственно говоря, замужества. Вот. Ну, а одиночество – это невозможность быть самым собой. То есть, я понимаю, что, скорее всего, вы говорите про некую такую потерю, себя из того, что все время с ребенком. Но тут, опять же, вопрос подхода, да, вопрос организации отношений как с мужем, так и самой собой, так и с ребенком, в принципе. Вот. И, соответственно, это все решается. Вот. Дальше. Так, значит, постоянный саунд. Что мне делать? Что бы что? Врачу не могу сходить, как постоянный нет на место, то выпуск, который не приходит вовремя или вообще хочет не отречиться, не подая врачу, потому что уже пора домой кормить грудь. Ну, тут вариант плотного врача, конечно же, потому что вы-то пользуетесь бесплатной, я так понимаю, медицины. Вот. А проблема решается и достаточно хорошо проблема решается через платных врачей и платные медицинские услуги. Вот. Все это решается достаточно хорошо и быстро, что важно. Вот. Но это уже вопрос вашего выбора. То есть, тут есть такое ощущение, что вы, вот, предтренируете себя как жертву, как жертву, вот, и типа, значит, что и там мне плохо идут, мне плохо и так далее. При этом вы, ну, в некоторой степени отказываетесь признать, что то, что происходит, это вследствие ваших поступков, вашего выбора. Вот. И мужчина ведет себя, скорее всего, ровно так, как должен себя вести, исходя из его особенностей, исходя из его приоритета. Вот. Ага. Вот такая вот история. То есть, пока все выглядит так, что вы слишком поспешили, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ выглядит вот в таком предпримерном ключе, а значит нужно все-таки разбираться с тем, чего вы именно хотели бы, чего вы хотите, чтобы четко понимать, что вам нужно. Вот, и соответственно учиться грамотно себя ставить, грамотно говорить о своих желаниях, да? Вот, то есть не обещаться, на мой взгляд, за то, что он там чего-то не делает, того, что вы там от него ждете, а, проявляется твое желание говорить об этом, и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. Опреждач, короче говоря, вот. Это очень важный такой момент, который вам, на мой взгляд, необходим обратить внимание, Антонин. Вот. Такой вот ответ я могу вам дать, в принципе. Вот вы спрашиваете, что делать, да? Я не знаю, лично я не знаю, что вам делать, потому что, ну, я не нахожусь в вашей ситуации, и я не знаю, что для вас, ну, важно, я не знаю, что для вас цен. Вот. А, и чего вы хотите делать, что важнее, я тоже не знаю, чего вы хотите. Вот. Поэтому я думаю, что с этими аспектами, в первую очередь, необходимо разобраться, то есть понять, что вы хотите, и дальше уже двигаться к этому направлению, то есть, что вы хотите, насколько это, там, адекватно, ну, адекватно, скажем так, и дальше уже двигаться вот в направлении как раз того, что вам нужно. Но определиться с желаниями своими, определиться с вопросом к психологу нужно, что же вам и только вам, потому что только вы лучше, только вы лучше всех знаете, что вам нужно. И только вы выстраивали отношения со своим мужем такие, что они вот оказались в такой форме, когда вы, условно говоря, стали родителем. Вот. Есть у меня ощущение, да, что вы вот своего мужа, ну, как-то вот не принимаете, что ли, не знаю, не принимаете его вот таким нежелающим, а помогать вам с реберками сидеть с ним. Хотя, это, конечно, неприятно, но если он не хочет этого делать, то к чему и зачем заставлять, ибо он будет делать это через силу, например, и кому это будет лучше. А вот вам, если вы чувствуете себя плохо, то вам имеет смысл посмотреть, от чего конкретно вы сами чувствуете себя плохо. То есть, вот именно вы от чего сами чувствуете себя плохо. Это очень важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Вот. Такой ответ, я надеюсь, вам поможет получить хотя бы общее представление о том, что у вас происходит. Наверное, начать нужна с разбора с себе, да, то есть, ну, добраться сначала к себе самой. Вот. А дальше уже разбираться с отношениями с мужем, потому что это, ну, вторая, по важности, второй момент. Вот. И дальше уже, я думаю, потихонечку, потихонечку это будет выправляться. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует... Продолжение следует...